Игнатий Тихонович, с миром вот тут можно говорить. Дело в том, что я хотел встретиться с екатеринбургским. Помните, я вам писал даже об этом, потому что мы с ним три года назад виделись. Он еще был тогда епископом Нижнетагильским. А вот теперь он митрополит екатеринбургский. А мы с ним виделись как. Я там участвовал в концерте, а он там разговаривал, говорил. И вот у меня такая мысль была сначала. Через его представителей с ним как-то связаться. Ну это для чего? Чтобы, в общем, с ним поговорить о состоянии церкви. Я вот... Ну и чтобы как-то объяснить, что есть такие люди, которые переживают и, может быть, какое-то свое мнение высказать. Ну это мнение-то, оно основано на том, чему я от вас научен-то, конечно. И вы меня тогда благословили на это дело. И я все думал, думал, как бы это сделать. И вот, наконец, приехал, это самое, приехал к нему в субботу, это было вечером. Вот прошлую субботу. Ну в смысле как, на службу в храм, в этот, в кафедральный собор. И там прямо ему на помазание сказал, что вот встретиться бы, ну, может быть, это я зря сделал, не знаю. Но вот сейчас звоню уже его представителям туда, ну, секретарю. Никто не отвечает. А тут мне сейчас Ольга Матина звонила. И это прямо специально, как Бог послал ее. Ну это так и есть. И она мне телефон дала ваш. И вот видите, я вам сейчас и позвонил, решился даже сейчас позвонить в скайпе. Только, наверное, запись-то делать не надо, потому что у нас могут вычислить, как бы, ну, такая тема. Не надо думать. Вычислить, плохое говорим. Зачем это связывать себя? Ты открыто говори? Никогда. Если без записи, я разговаривать не буду. Почему? Кто-то найдет, да нас и знать они не знают. Они нас поймут ли вообще? Они никто ничего не сделает. Мы говорим о добром. Что прятать-то? Что мы тараканы какие? Конечно. Я тогда спрошу, ты не против, что я выставляю в интернет-запись? Так я-то не против. Просто это может делу повредить. Да никогда не повредило. Ни одному, ни разу. У меня роликов 25 тысяч. 25 тысяч и ни разу никому не повредило. Это все надуманное. Страхи сатана нагоняет. Да, понятно. Не два ролика, 25 тысяч у меня на трех каналах. 75. Только на одном канале 71 миллион просмотров. И ни разу зла никакого не было. Они берут, там и рвут, соединяют. Но он дурак. Он, как говорится, ничего не понимает. Люди сумасшедшие. Дело в том, что они сами смогут испугаться просто. Нет, нет, нет. А вот с мискополитом встретиться. Я встречаюсь с самими архиереями. Нигде ничего не скрываем. И ни разу не было плохо, только хорошо. Они видят, мы открыты. Камень за пазухой не держим. Это уж точно. А вы благословляете встретиться с ним? Ну вот надо подумать, как. Что вы будете говорить ему? Давайте, воспроизведите. Перед вами кто-то там. Но я ему хотел у него спросить, возможно ли в современном состоянии обмягчения, в общем-то, церкви восстановить авторитет ее в сознании народа. Так, он скажет, попытайтесь. Все, разговор окончен. Давайте, делайте. Ну, у меня ему есть вот предложение, я ему даже написал. Но это во многом основано на вашей книге к истинному православию, ну и на тому, что я слышу от вас. Добро, добро, добро. Давай, выходи, выводи. Но он не пойдет, если, как правило, они боятся. Они боятся, а не мы. Нам терять нечего. Я об этом и говорю, что именно они будут бояться. Ну, раз будут бояться, это все ущество ореогненным. Вот определился, где он будет. Ну, я вот, я же говорю, я на него вышел, то есть, ему задал вопрос. Он говорит, можно после службы, а я, ну, тогда мне было неудобно, да я и рассудил, лучше так не делать, потому что мы хотели с Андреем Смирнягином спорить, что-то я. Ну, вот. Ну, вот так ты перед ним и будешь. Ну, вот скажет, выведите этого отсюда. С чего он пришел, тут кто? Тут говорить не надо. Ты скажи, Владыка, пойдемте благовествовать. Пойдемте людям благовествовать о Христе. Пригласи его. Я сказал, архиепископ был, а он себя так вот пощупал. Игнатий Тихонович, куда вы меня зовете? У него так вот, как девятый месяц беременности. Не наш, а тогда был еще один. Понятно. Нет, я-то ему много что могу сказать и обсудить. Ну, давай говори, говори. Незремо он присутствует здесь. Он сзади тебя стоит. Вот первым пунктом я ему говорю о том, как изменить состояние восклиятия церкви в сознании общественном. То есть это прежде всего непрерывное благовестие, тайное спасение во всех общественных учреждениях. Вот я даже себе записал. Дальше – это полное искоренение торговли. Общенная жизнь, ее установление необходимо. Дальше – длительная катехизация перед крещением. Полное соответствие церковной проповеди, священному писанию и каноническим правилам. То есть это строгость и дисциплина церковной светской жизни христиан. Каноническая практика наложения, епитимий. Дальше – переход, ну, богослужение на русский язык. В общем, ну, я-то… Ну, дальше еще разъяснение нерешенных вопросов о евреях, например, о взгляде на монархизм. Ну, это рискованно, конечно. Не надо это трогать, не надо. Зови благовестию. Ну, да. Остальные, они без нас поправятся, что надо делать. Господь им укажет. Они лучше нас. Они твердые, между собой кучные. А у русских все разбрелись, куда попало. Нам другим-то нельзя показать пример. Да. Ты посмотри, как мусульманки одеты и как в церкви стоят. Срамотажные. Вот об этом тоже внутри уже там, я об этом тоже уже подробно. Каждый пункт я хотел ему раскрыть. Да, кто-то и хотел раскрыть, да. Ну, и что дальше? Ну, чтобы просто он знал. Ну, он узнал. Узнал, ты ему сказал. Он заторопится куда-то. Скажет, мне надо туда-то с кем-то встречаться. Он слушать не будет. Это наш архиерей такой, больше часа меня слушает. Мнение узнать вообще, чтобы нам самим понимать, что происходит, насколько. Так его мнение твое-то разве изменит? Ты считай Библию и оттуда бери. Советуйся с Богом на молитве. Архиерей ничего не даст. У него есть что терять. Если скажет на русском языке, его затрут и завтра уберут. Пошли туда, где себя не прокормят даже. Просто донести до него, что есть такие люди, которые вот страждут и скорбят о состоянии церкви. Просто донести до него. Даже ему книгу дадите, он считать не будет. Что скажешь, он выполнять не будет. У них так и будет лбы мочить. Крещения нет. Нету крещения. Жулики в рясах. Крещения-то нету никакого. Погружение переводится. Что же нам тогда сделать? Ты ему скажи, 10 июля у нас будет крещение, что он приехал и крестился. Понятно. Ну, ясно. Но я вот сейчас стараюсь выйти на его представителей. Наверное, так нужно лучше сделать. А там уж как Бог благословит. Его представители никакой роли не играют. Они будут забывать, они обманывают, они лгут. И встреча через них не состоится. Если Бог, он такой, как наш местный архиерей, Сергий, митрополит, тогда никого не надо, посредников. Он только приехал и уже глазами ищет. Он сам идет навстречу. Во время литургии он меня призывает в алтарь и просит сказать слово. проповедь в храме. Да. Ну, я вот один... У нашего митрополита глаза-то добрые. Я вот вижу его настроенность, такую расположенность. И, конечно, надо как-то с ним лично. Ну, хорошо. Ты сегодня можешь пойти к нему? Сегодня... Я вообще живу-то далеко от Екатеринбурга. Это час с лишним ехать надо до него еще. Ну, надо думать. Еще неделю, завтра среда. Созвонися. Тебе секретарь не ответит. Скажет, он занят. Я заранее тебе скажу. Да, да. Они заняты. Они заняты всякой работой, кроме той, которая нужна. Они на благовестие не идут. Господь апостолам сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Он-то себя считает намного выше апостолов. Он не может установить, чтобы не портили людей, чтобы была катехизация, чтобы полное погружение было. Но он не будет делать это. Они приговоренные уже. Дело Господне делает небрежье, поэтому они прокляты, они благословенные. Иеремия 48, 10. Страшные слова говорите, Игнатий Тихо. Это не я говорю. Это Дух Святой сказал через пророка Иеремию. Да. Именно так, да. Я просто констатирую, насколько это страшно. Вот сегодня говорят, дай мир, Господи, там, я не могу молиться о мире. Я могу сказать, да будет воля Твоя, потому что проклят, то меч Господень не удержит от крови. А если я говорю, да прекратится там ссора, я удерживаю меч, Бог меня голову отрубит. Он назначил, сколько они портили. С Украины вся зараза шла. Все ереси. Что не крест, это все Украина. Бриты, это все Украина. А теперь меч Божий сищет их там. Я не могу молиться о мире. Это меч Божий. Я только молюсь, да будет воля Твоя. Этого достаточно. Да, Игорь Тихонович. Дело-то серьезное. Понятно. Ну, в общем, тогда как Бог даст, я, значит, ну, просто снова с ним как-то попытаюсь так встретиться там, там уже посмотрим. Вы по телефону больше двух минут не разговариваете никогда. Оно влияет на мозги, рак мозга. Это да. И не больше пяти раз в сутки. Хорошо. Норма. Ладно. А еще, знаете, я у вас хотел спросить насчет, я вот, что-то мне мысль пришла, что приехать на машине в Потеряево. Ну, пожалуйста. Так у вас есть, кто с вами поедет? Вот могу. Это как раз заберу Ольгу и еще в русский. Ты архиерею, скажи, скажи, поедем, садись в машину, повезу, и мы познакомимся, сходим на благовестие. Тут мы поговорим, а тут можно разговаривать тогда. Когда у нас одинаковая работа. На лесоповале одинаковые штаны рваные. Было бы хорошо. Обязательно. Пригласи его, скажи, я договорился, и нас примут там и накормят, и напоят, и спать уложат. Только с собой под две простыни возьмите. Под две простыни и наволочки. Ладно. Такой порядок у нас. Я тогда вам скажу, что надо брать с собой. Маршрутку напишу. Ну я там, да, я там в принципе посмотрел, как ехать. Так ты спроси Вячеслава. Люди у него там собираются. Скажи, надо или нет, в какое время договорись с ним, чтобы машина у тебя была заполнена. У тебя на сколько, на пять человек? Ну пять-то войдут всего, вместе со мной, если. Ну да. Ну вот и четверек возьмешь. А что с Ольгой это одно ехать? Ты поговори с Вячеславом. Он тебе скажет, когда подъехать. И тогда набери полный комплект. А что, дать с собой брать? Я вам сейчас скину. Сейчас поговорим, я вам сразу скину. Я еще Виталия хотел, Виталия хотел захватить. Пожалуйста. Ему не запрещено приезжать. Хотя бы... О, Игнатий Тихонович. Да. Как с вами легко разговаривать. Спасибо, Христос. Я через вас веру обрел подлинную, понимаете, вот именно по Писанию. Так вам благодарен. Да. Слава Иисусу Христу. Благословен грядущего имя Господне. Вот давайте. Да не на один день приезжайте, а чтобы могли пожить тут. Мы же работаем. Вместе будете купаться и молиться будем. И он увидит, какой порядок в церкви, какая тишина, торговли нету. Все в полное погружение крещеное. Архиерею вот в этот показать. Вот тут ты бы, конечно, был бы на уровне. Пригласи его с собой. Еще особенного нет. Ну, я, конечно. Что тут? Конечно. Апостолы были на шею, падали и обнимали, и целовали, и плакали. Он-то не выше апостола-то. Еще они зазнаются. Да. Ну, то, что последователи апостолов, это, конечно. И я, конечно, приглашу. Если у меня такую возможность будет, Господь даст. Конечно, приглашу. Ты обязательно пригласи его, назначи время, чтобы машину заполни полную, которая не крещеная, которая хотели бы знакомая, вот и привози. Мы позанимаемся с ними. Такая обстановка трудная. Ну, оглашение меньше может быть. Раньше у меня три года было, от трех до пяти лет готовили. Ладно, Игнатий Тихонович. Все. Не смею вас больше поддерживать. Аллилуйя. Жду в гости. Давайте. Спасибо. С Богом. Сейчас я скину вам материал. Что с собой брать надо? Маршрутку дам. Ладно. Давай. Да, да, да.